Губернатор Вячеслав Гладков обсудил с региональным министерством ЖКХ и Центром экологической безопасности концепцию стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами. Основная проблема – пакетный способ сбора, который сейчас широко применяют. Главный недостаток – непоправимый вред окружающей среде. Планируют использовать заглубленные контейнерные площадки. Они занимают меньше места, основной объем корпуса – под землей. Соответственно, минимум неприятных запахов, а также защита от осадков. Заместитель губернатора Константин Полежаев также предложил организовать централизованную систему по обращению со строительными отходами и растительными остатками. Сейчас их вывозят преимущественно частные компании. Без необходимого контроля образовываются свалки, а площадки для ТКО переполняются. Региональный оператор готов взять решение этого вопроса на себя. В целом, обновленная концепция мусорной стратегии ставит масштабные задачи. То есть это модернизация инфраструктуры сбора ТКО, охват 100% населения раздельным сбором, сортировка 100% твердых коммунальных отходов, снижение объема захоронения ТКО в два раза, сокращение количества полигонов и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среды. Раздельный сбор мусора должен стать частью экологической культуры каждого человека. Соответствующие образовательные программы необходимо внедрять с дошкольных учреждений, подчеркнул Вячеслав Гладков. Также губернатор отметил, стратегию важно обсудить с жителями муниципалитетов. Без вовлечения людей, все процессы, эти увлечения, они будут привести к каким-то сложным вещам. Мусор, да, он всегда болезненно воспринимался людьми. Размещение контейнерных площадок. И любое, вот, смена пакетного сбора на контейнерные, смена контейнерных площадок на заглобленного типа, да, всегда эта революция, и всегда будет большое количество возмущений. Напомним, что уже сейчас на всех мусорных полигонах области установили весовой контроль. На автомобилях, вывозящих ТКО, систему ГЛОНАСС. В планах разработка личного кабинета и мобильного приложения, с помощью которых можно будет оставить заявку на оказание услуг. Также создадут интерактивную карту пунктов приема вторсырья.